Ну что ребята, Боря дома развлекается с мальчишками в кавычках, а я улетаю в Сочи, все как хата на тата, все прям мама едет отдыхать, а папа пытается справиться с обязанностями всей семьи, посмотрим что из этого выйдет. Всем привет, первый день без мамы, отдыхай, будем отдыхать, будем лежать, ничего не будем делать, но на самом деле это так и будет. День второй, сегодня я буду отдыхать, не трогайте меня, и я буду не трогать вас, пока. День третий, мы сегодня будем отдыхать. Да, Боря? Будем спать, будем отдыхать, ничего не будем делать, мама приедет, сегодня уже воскресенье, завтра мама прилетит, все и сделает, а сегодня мы, наверное, тоже будем отдыхать. Сегодня день первый, и мы сочковать не будем. Ребята говорят, папа, хотим кашу, хотим кашу, значит будет каша, сейчас сделаем пшеничную кашу. Сегодняшний день у меня начался хорошо, так, спокойно, потом начались звонки. Звонят, один друг звонит, врач звонит, второй друг звонит, Боря, надо выручать, лопнула труба в стационаре, в больнице, надо заварить. Говорю, хорошо, только мне нужно на кого-то деток оставить, все сделаем. Оставили женщину, сейчас там она с детишками сидит, Танюша пока летит в Сочи, я тут сейчас пойду сюда в скважину залезу, и буду там варить трубу вот эту, потому как она все ей отломалась. Так что, такие у нас дела. Все, я оделся, беру маску, пошел. Вот и все, заварил им трубу, теперь будет водичка у ребят, а то ну как-то нехорошо. В стационаре, в больнице и вдруг раз, и пропала вода, а там получается латунная гайка на металлической трубе. И это из-за того, что вот эта труба шаталась туда-сюда, там резьба сорвалась, и оно все. А вот и за няней. Ну, спасибо, до свидания. Думаю, все в порядке, пока меня не было. Все отлично, ребята пообедали. Все пообедали и Борю покормили. Ну, а теперь я буду. У нас происходит турнир. Конкурс. А, между ними конкурс? Да, я просто рисую. Темка просто делает. Пока наших девочек нету, мы тут по-мужски проводим время. Решили, ребята, рисовать. А я достал машинку. Нужно будет там шторы прострочить немного. Так что она сейчас замерзла полностью. Паш! Паш! Что? Хорошо, нет. А мы с Борей проводим время. Да, сын? А сейчас пойдем наверх, папа будет монтировать видео. Да, наверх. Подожди, подожди, со мной пойдем. Давай, сыночка, наверх пойдем. Давай. Давай, давай, давай. Давай, пойди. Давай, давай, хорошо. Почему? Давай, давай, кошка тут у нас. Вот это, темно, я бы так-то не считаю. Давай, давай. О, молодец, обходим кошку. Не знаю, это же, это все равно защитно. Давай, 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 давай. Мы наверх идем. Мы не гладим кошку, мы идем наверх. Пошли, пошли. Молодец. Хорошо. Все, пойдем. Сегодня второй день. Я с самого утра не снимал. Потому что работы много. И то нужно сделать, и то нужно сделать. И завтрак нужно, и затопить нужно, и поубирать нужно. И посудомойку поставить нужно, и стирку поставить нужно. Насобиралось. И завтра хлеб нужно поставить, и шторы нужно прострочить. В общем, работы вагон. Я даже не успел побриться. Сейчас уже без пяти одиннадцать. Это у Тани сейчас шесть утра в Сочи. Будите я, не будите. Пусть спит. Все, пошел я бриться. И сегодня нужно еще видео помонтировать вам с Алтая. Так что, мы справляемся. А что же делает наша мама-то? Вот мы тут занимаемся стиркой. Мы тут занимаемся готовкой. Мы тут занимаемся развлечениями. Пока Боря спит, я стиркой занимаюсь. Что же делает наша мама, интересно. Наверное, на море отдыхает. Она мне звонила вчера. Говорит, мы только приземлились. Сели только. Говорит, тут плюс десять. Трава зеленая. Говорит, я с зимы в весну попала. Такое ощущение. Они там на море отдыхают. А мы тут мерзнем в Сибири. Я, конечно, шучу по поводу мерзнем. Нам тепло, хорошо. Но все-таки. А вот что делает мама. Папа дома работает, а мама заселяется в крутую гостиницу с видом на море и с вип-условиями. Шикарный номер. Вот там сейчас покажу. Море вдалеке. Сейчас оно в тумане. Его так чисто прям не видно, но там море. Зелень вокруг. В общем, посмотрим, что выйдет из нашего эксперимента. Папа на... Вернее, дом на папу. Готовим творожок. Будете сегодня на ужин творожок? Не знаю. Ну, тогда, может, на утро будет творожок. Со сметанкой. С чем-нибудь, с медом. Ягоду добавим еще. Как раз он стоял здесь и уже сделался. Ну, как стоял. Я его поставил, он сделался за сутки. Теперь его отсидеть и вводит творожок. Боречка проснулся, мы уже покушали. А он теперь тоже супчик гречневый кушает. Пока папа тут Борю кормит, давайте пойдем посмотрим, что там Паша делает. Это что у тебя будет? Это я для Бори делаю коробочку. Вот так у нас начинается весна. Хотите весны? В середине февраля отправляйте свою жену в Сочи. Танюша вчера прилетела. Говорит, слушай, я в весну прилетела. Плюс 10. Везде зеленая трава. А у нас сейчас получается, так, ничего не вижу. Минус 9. Ну, очень тепло на улице. Просто классно. С той стороны, где у нас солнышко, там капель. Там все тает, все течет. На улице, ну, просто, знаете, когда после минус 35 выходишь, сибиряки знают. И на улице минус 9, это в шортах хочется ходить. Вот чувство такое. Сейчас минус 9, вообще не чувствуется, что минус 9. Такое чувство, что сейчас все потечет. Будет очень-очень хорошо. Ну, уже скоро весна. У Тани тут произошло событие. Пока ее нету. У нее уже вот один росточек проклюнулся. А вот второй. Два росточка проклюнулось. Я уже включил освещение. А с той стороны пока что росточков нету. Это что будет? Это будет. Один домик. Домик? Да. Боря, бутылочку не бросаем. Бери бутылочку. Бери. И поставь ее на место, наверх. Вот так. Молодец. Молодец. Да? Похлопай себе. Вот так. Давай. Пять. Давай. Давай пять. Давай. Вот так. Молодец. Ну пока ребята вы здесь побудете. Я пойду маме и Ане сюрприз сделаю. Какой еще? Я шкаф соберу. Побудете здесь, да? Погуляете? Ну отлично. Ты с Пашей будешь мультики смотреть? Фокусы смотреть? Фильмы смотреть тут детские? Да? Ну пока там ребята наверху развлекаются. Я уже распаковываю шкаф. Это Анюткин шкаф. Сашуня тут что-то мастерит. Что мастеришь? Играешь. Играешь? У нас сегодня день игр. Суббота. И не играет. Молодцы. Ну а я сейчас сделаю Анете сюрприз. И маме сюрприз. Вот такая вот незадача. Вот такая вот незадача. Получается, что этот шкаф, если я соберу в этой комнате, я его сюда не занесу. А если и занесу, то бочком, а тут я его не разверну. Придется все полностью убирать. Или же убирать стол и убирать вот это все в сторону. И потом здесь собирать шкаф. Короче, у меня тут незадача. Придется сейчас или дом поднимать, или балки подрезать, или шкаф подрезать. Убрал я эту сушилку туда. И вот самая высокая стенка. У меня получается вот что. Вот как она под балку подходит. А еще сверху будет щит такой же толщины. Ну, то есть верхняя крышка такой же толщины. Сколько тут? 15 миллиметров. И вот придется вверх, скорее всего, подрезать на 20 миллиметров весь шкаф, чтобы положить крышку. Потому что по-другому здесь шкаф не станет никак. Все вместе собрались. Тимофей для Бори делает дом, чтобы он валял. Саша с Пашей смотрят мультики. А ведь я катаюсь. Ну, ты катаешься и смотришь мультики. Боря, тебе сказали ломать. Боря, смотри. Ломай. Не достает. Все, один человек. А ты творящий человечек? Все, а это вам доволен. Доволен? А там Боря. Доволен. Ну, это еще ломать. Собираю шкаф здесь. Потому что там очень узко. Продумал, как я его буду ставить. И все-таки принял решение, что я подрежу ножки. Ножки подрежу на 2,5 сантиметра. И решил поиграть в пятнашки. Советская добрая игра. Когда-то учился, теперь она очень хорошая. Имеет, как это сказать, пользу приносит. Задвигаю сюда шкаф. Вот в эту сторону. Вот сюда. Вот эту кровать сейчас вместе с парнями поставим на Анину кровать. Сушилку поставим на эту кровать сверху сюда. И потом у меня здесь освободится место, для того, чтобы я мог задвинуть вот так шкаф, поставить сюда и положить его. Получается, дверками вверх, тыльной стороной вниз. Ну, вот как-то так. Сыновья растут, молодцы, помогают. Они вдвоем с этой стороны. А я с той подняли, поставили. Наша задача поставить шкаф в проем между балками. Подождите. Так, толкайте. Давайте, 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 давайте. Еще, 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 еще. Еще, еще, еще. Толкайте. Давай, 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 давай. Мне что-то стало. Давай, 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 толкайте, толкайте. Только вы сейчас. Я уже обзвел. да папа решил релаксации заняться что же там делает мама не знаю что делает мама но папа наслаждается массаж и не уже сколько наработался с этими шкафом со всем с этими пятнашками мой дай-ка я сяду сейчас посижу по массажируюсь мама скорее всего сидит с ручкой с тетрадкой а у мамы сейчас только 6 минут 6 вечера они собрали в них до 6 там мероприятие учеба с 6 они идут в ресторан папа тут дома кашку кушает они в ресторан ходят пусть жена оторвется хоть раз в жизнь ресторан походит с друзьями потом на набережную погуляют пойдут и будут спать ложится у нас уже мы будем ложиться спать настал следующий день бодрячком позавтракали с ребятами и начинаем новый день без мамы сегодня я попробую скатиться с нашей ледяной портой которую мы залили на вот таком снежном самокате конечно мы от него оторвать купили ручку для того чтобы можно было кататься как на стауборте я буду пробовать на нем кататься на втором уровне сложности я покатился на сноуборте а сноуборд покатился без меня кто где чем занимается саша играет буря разбирается с котами до тема занимается здесь продвигается сына молодец хорошо тема занимается здесь пойдем посмотрим чем занимается паша паша занимается здесь чем ты занимаешься так что тут ничего не сходится а ты весь текст переведи ну вот теперь возьми этот текст скопируй мы тебе его распечатаем с другой стороны и будешь тогда смотреть все очень странно а я тебе говорю что это машинный перевод так вот вот это вот слово переводится вот так продвижение а тут его вообще а тут его вообще нигде нету вы забронировались только заранее ну значит одно слово так а предложение предложение но по-другому я сейчас все предложение попробую пока ребята учат английский здесь вот как пока они здесь учат анюта там у дяди лены с тетей миши у дяди лены слышали я уже все это называется дом на папу 3 третий день у дяди лены леночка прости у тети лены дяди миши они не гуляет она там тоже изучает на этот диалог что паша сейчас учит уже выучила второе задание им дала учительница у нас занятия во вторник но мы во вторник едем маму встречать она прилетает и они тут забирают то есть не занятия не будет им дали домашнее задание с урока и они сейчас сидят учат а у меня стала дилемма вот эта планка которая держит снизу дверь непонятно где она должна была крепиться здесь здесь краешку там глубоко пока не повесил дверь и не посмотрел и получается чтобы теперь им не прикрепить нужно обратно шкаф повернуть вот так положить точно так же как он вчера лежал и прикрутить планку кверху ну к полу с той стороны что делаешь клею на зеркало двухсторонний чуть-чуть к тебе вот так 10 сантиметров аккуратно держим вот здесь придерживая чтобы она не упала ваша положить у нас один вариант чтоб зеркало никуда не поехал все поехал в магазин купил двухсторонний скотч тут у нас по месту гороха и поставили уже вашей дверки до осталось только поставить ящички вниз вот здесь ящики должны четыре штуки ставить так что осталось собрать ящики поставить их туда и будет на этом шкаф со шкафом все ящички я сделал теперь сдадим шкаф дочки и мамочки которая приедет и обрадуется обрадуется что мы мужчины работали не сочковали учились готовили кушать завтра кстати мы будем борщ готовить хлеб печь в общем много пока копируется видео для монтажа наши поездки летом я так лег это мой так хорошо глаза закрыть сейчас без двух шесть вечера уже устал за сегодня пока парни не лягут через четыре часа 10 у меня не получится так что еще девять минут можно полежать как это говорится по загорать отдохнуть глазки прикрыть потом дальше бой сегодня в бой идем гурьбой да кошка как же там мама шо ж там мама делает так что я монетки дверь давно она ждала не пошло не помогает вот но из-за того что здесь коробка вот такая и вот такая вот такая цепляет по-другому никак дверь получается с наклоном она самопроизвольно закрывается потому что по-другому здесь поставить просто нельзя если дверь выровнять она с коробкой с наличниками не влезет в этот проект ну вот и подходит концу третий день папы нова как это сказать испытание не испытание это не испытание мужа все дети дома вся семья дома и каждый день каждый день каждый день каждый день это уже привычка больше ты все успеваешь все у тебя распланировано обо всем думаешь танюшка сейчас там сочи за но у них еще то у нас 9 вечера у них сейчас 4 часа только дня так что сейчас пойдем поужинаем у нас сегодня царский ужин молоко хлебе мед вот и настал следующий день последний без девочек наших я что-то спину прихватила вчера когда с пашей вешали дверки на шкаф с зеркалами перед собой его поднимать надо таскать надо тяжелой двери зеркалом у меня не с позвоночником проблемы как бы с мышцами спалились мышцы печет левая сторона ну мы под речком речком держимся вот сейчас перестилаю нашу постель потому что уже неделя прошла мы все сегодня пойдем в баню с парнями покупаемся хлеб нужно испечь наши девочки завтра завтра я их буду забирать уже с иркутска а у танюши через 20 минут вылет из сочи в москву она уже звонила говорила что все нормально зарегистрировалась на рейс все как бы потому что тут опаздывать нельзя самолету ручкой помашешь и все никто за тобой в следующий раз специально не приедет у нас сегодня на обед будет пюрешечка с рыбкой вкусной полезной а с какой рыбкой минтай вот что ты построил саша поздравляем тебя а у нас будет сейчас обед а мама в москве звонит да мы тут картошечку делаем пюрешечку ты поспала какая ты молодец вот чудо танюша не может спать ни в машинах не в самолетах нигде и и выкручивает просто ей нужно лечь мы даже в поездке были она спать спать не могла да я видео снимаю и обед готовлю и с тобой разговариваю все полностью делаю я крутой муж жена сказала я крутой муж той круто сваренный крутяк заканчивается сегодняшний день много было дел я и хлеб сделал и стирку доставил и белье поменял и в бане всех ребят покупал и в доме тут поубирали и у нас сейчас пред пред это пред сонное состояние домики какие-то строят там бутылочку борину заберите поставьте на стол вот сейчас темка ну сейчас уже время 9 часов сейчас пойду класть уже бурю спать и через час ложатся ребята мне еще паша будет давать сейчас сейчас паша мне еще будет сдавать английский тема уже сдал я не снимал и пашу сниму вот это мое место да так иди сюда 110 и тут будешь где текст нами текст вот такой вот диалог в ресторане дали выучить нашим ребятам анюта там сказала выучила но я у него ее еще не принимал а вот у паши буду принимать давай я слежу ну а второе домашнее задание по английскому давай вот пока наши девочки отдыхают но анюта тоже учат танюша поехала на работу понятно тоже не отдыхать плюс смена часовых поясов это конечно очень сложно потому что мы как ехали на поезде то мы медленно переходили а тут перелет 5 часов и ты уже в другом через пять часовых поясов уложился спать тогда теперь не ложишься спать в общем пока они у нас кто работает кто отдыхает то гуляет мы учимся вот далее а не паша вот такое вот задание very very good nice boy thank you вот так мы без наших девочек занимались английским да сын с с молодец май май бай бай тебе твердая пятерка за за второе задание все иди отдыхай и вы только получается девятка но ребята молодцы учатся очень хорошо спасибо репетитором спасибо школе спасибо папе с мамой в общем мы все молодцы потому что вместе мы большая большая сила все ребята буду заканчивать свои дифирамбы на сегодня день этот закончен завтра мы едем в город сейчас я горечку буду укладывать спать танюша сегодня в без 10 9 вечера вылетает из москвы ну а прилетит завтра в 7 утра и иркутск но как-то так вылетает из москвы ну а